Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о политике. И переходим от общих каких-то утверждений к более конкретным библейским вещам. И сегодня я хотел бы начать говорить о том, каким образом Иисус относился к этому. И прежде всего я хотел бы заявить, если так можно сказать, о том, что Христос обладал и продолжает обладать властными амбициями. Несмотря на то, что Он пришел как жертвенный агнец, Он не отказался от своего царственного положения, Он не отказался от претензий на управление миром. Он постоянно говорил о царстве. Вы знаете, что интересно? И я думаю, каждому из нас стоит обратить на это внимание. До Иисуса Христа слово царство в Ветхом Завете употребляется только один раз, говоря о царстве Бога. Я не имею в виду царство Израиля или царство других каких-то государств. Идея царствования Бога произносится в Ветхом Завете только один раз и то вскользь. Потом, когда приходит Иисус, Он начинает говорить о царстве. Само слово царство произносится в Писании 118 раз Иисусом Христом. После этого всего несколько раз об этом говорит Павел, один раз Петр и несколько раз отцы церкви говорят об этом. До последнего времени идея царства перестает быть на слуху в церкви. Церковь перестает желать конфронтировать с политическими институтами современного общества. Она перестает говорить о властных претензиях Иисуса Христа на политическую власть. Но они у Него были. Он говорил о том, что Он намерен быть царем. Он говорил о том, что наступит такой момент, когда Он придет с неба и Он свергнет абсолютно все политические системы и произведет величайшую в истории планеты Земля революцию. Он вернет общество этой Земли к абсолютной теократической монархии. И царем в этом новом государстве намерен быть Он сам. И каждый раз, когда мы с вами молимся молитвой Отче наш, мы произносим слова и мы говорим, царство твое да будет. То есть царство твое да придет. Таким образом, каждый раз, когда мы с вами молимся этой молитвой, мы молимся об изменении политической системы на этой земле. И вы знаете, когда Иисус жил, Он не стеснялся говорить об этом. К сожалению, сегодня мы по какой-то причине, ну, я думаю, что я знаю по какой, мы перестали говорить об этом. Это напрягает обстановку, это вызывает гнев царей, это вызывает определенный негативный посыл в адрес церкви. Но послушайте, когда мы проповедуем о царстве, мы проповедуем не то, что церковь будет царствовать, а то, что Христос будет царствовать. И обязательно наступит такой момент, когда абсолютная теократическая монархия Иисуса Христа заменит собой все политические системы. И все потуги современных политиков придумать лучшую, с их точки зрения, систему будут полностью дискредитированы. В дальнейших каплях я хотел бы поговорить о пяти политических действиях Иисуса Христа, когда Он жил на этой земле.